В нашей хронике Второй мировой войны день за днём мы уже не раз останавливались на действиях германских подводников, но ещё не упоминали подводников британских. Это особая статья войны на море. Дело в том, что владычество океаном Великобритании после Первой мировой войны на различных международных конференциях неоднократно пыталось запретить подводные лодки как вид оружия. Английские адмиралы полагали, что господству на море угрожают прежде всего подводные лодки. И какой же тогда смысл развивать и совершенствовать субмарины, если господство на морях и так принадлежит Великобритании? Такой же степенью прозроливости британского адмиралтейства была бы попытка запретить и авиацию как вид вооружений. Но до этих размышлений адмирала не дошли только потому, что в годы Первой мировой войны британский флот не получил весомых уроков от авиации, а вот от германских подводных лодок получил. И какие это были уроки. Достаточно только вспомнить Отто Ведингена, командира германской подводной лодки У-9, которая в течение одного часа потопила три тяжелых английских крейсера. Поскольку в Англии подводные лодки считались оружием неблагородным, джентльмены весьма неохотно их строили. В итоге британские субмарины накануне Второй мировой войны были и слишком громоздки, и технически не очень надежны. Вот о чем необходимо сказать в первую очередь, так это высокий уровень подготовки экипажей, инициативность, смелость, что вполне соответствовало британским морским традициям. Как же начали войну британские подводные лодки? В Королевском флоте числилось 69 подводных лодок 10 типов. Вот это уже отсутствие унификации оказалось большим недостатком. Боевые действия британских подводников начались с трагического эпизода. Английская подводная лодка Тритон уничтожила у берегов Норвегии свою же субмарину Оксли. И в дальнейшем успехи английских лодок были невелики. Можно упомянуть лишь повреждения ими германских легких крейсеров Лейпциг и Нюрнберг и карманного линкора Людцев. Даже превозносимые британскими историками успехи их подводного флота в норвежской компании можно считать всего лишь единичными победами. А вот безвозвратные потери. 22 британские лодки погибли с сентября 1939 по октябрь 1940 года. Для сравнения скажем, за это же время немцы потеряли 24 подводные лодки, но при этом они добились заметных весомых успехов в борьбе против английского судоходства и королевского военно-морского флота. Каждую ночь в октябре несколько сотен германских бомбардировщиков совершали налеты на столицу Великобритании Лондон и другие города. Как пишут в мемуарах Черчилль, было решено относиться к бомбардировкам с презрением. Все продолжали заниматься своими делами, развлекались, обедали и спали, как обычно. Английская истребительная авиация в октябре одержала очевидную победу над германскими Люфтваффе. В дневных боях потери немцев стали уже угрожающими, и дело было не столько в потерях самолетов. Погибали опытные летчики, и это оказывалось для Германии невосполнимым. В то же время два из каждых трех сбитых английских летчиков приземлялись на родную землю или в прибрежную морскую полосу, и получив новую машину, через несколько дней снова участвовали в боях. С каждым днем английское истребительное командование набиралось опыта и уверенности. В решающие дни воздушной битвы за Англию королевская истребительная авиация командовал сэр Хью Даудинг по прозвищу «Скучный». В Первую мировую войну Даудинг, родившийся в 1882 году, руководил эскадрильей во Франции. Эскадрилья Даудинга отличалась малыми потерями, а он сам особой заботой о своих летчиках. В критические дни битвы за Англию именно предусмотрительность Даудинга, его система управления авиацией, основанная на новейших достижениях науки в области радиосвязи и радиолокации, оказалась спасительной для Великобритании. Но у сэра Даудинга характер был нелегким. Он часто оспаривал самого Черчилля. Неудивительно, что сделав свое дело, уже в следующем месяце Даудинг будет освобожден от командования истребительной авиации, а в 1942 году уйдет в отставку по достижении 60 лет. Но в самое тяжелое для Англии время сэр Хью Даудинг по прозвищу «Скучный» оказался на своем месте. Англичане не только оборонялись. Их бомбардировщики совершали беспокоящие ночные налеты на города Германии, особенно частые на Берлин. 7 октября британская авиация серьезно разрушила около десятка домов в центральном районе Берлина. Это был своеобразный подарок Генриху Гиммлеру. В этот день глава СС и Гестапо отмечал свое 40-летие. Он был молод, это порождение дьявола на земле. Но, к счастью, жить ему оставалось менее пяти лет, а не, страшно подумать, лет этак 25. Что бы мог натворить за четверть века Генрих Гиммлер? Казалось, что Германия жила в ожидании. Но сразу и не скажешь, чего. После летних триумфов, парадов, встреч и гордости за победоносный вермахт, немцы ожидали манны небесной в виде такого же триумфального для них мира, искренне негодуя, что он все не наступает из-за английских, как кричал доктор Геббельс, поджигателей войны. Продовольствия в Германии хватало. В изобилии появились французские трофейные вина. Для развлечений были сформированы бригады из артистов и музыкантов. Леня Рефеншталь в гарнизонах на Западном фронте показывала свои знаменитые фильмы. Особенно смешили зрители эпизоды конфузов польских конников на Олимпийских играх 1936 года, смонтированные режиссером со всей удлительностью подробностей. Известная актриса Ольга Чехова играла перед солдатами свои знаменитые водовили. Один из лучших дирижеров мира Вильгельм Фурт Венглер с первоклассами берлинским и венским оркестрами регулярно выступал в заводских цехах перед рабочими. Громовые раскаты Бетховена и Вагнера принимались слушателями насчет врагов Германии. В начале октября заместитель шурера Рудольф Гесс вручил известному промышленнику Альфреду Круппу почетную грамоту за военные усилия. Открылась очередная художественная выставка, этакий мощный энергетический реализм. В числе первых выставку посетили Гитлер и Гиббельс. Жизнь в Германии была еще сносной, культивировалась сила и бодрость, коллективизм. Немцы любили хоровое пение, даже запишущими машинками. О тотальной войне никто у руководца Германии не думал. Хуже было с информацией. Ее, как правило, не было. Например, 4 октября Гитлер встретился с Муссолини на Брэнненском перевале. Немецкие газеты все как одна напечатали восторженные статьи о том, что встреча фюрера и Дуччи – событие всемирного масштаба. Но ни слова, нигде. О чем же говорили руководители Германии и Италии? А встреча была полна едкого драматизма. Муссолини убеждал Гитлера высадиться и покончить с Англией. А вслед за этим итальянцы приберут Средиземное море и Египет к своим рукам. Гитлер же энергично указывал Муссолини на необходимость захвата основной британской базы на острове Мальта. Справедливо полагаю, что Мальта тоже остров, но к тому же в сто раз меньше британского Альбиона. В чем диктаторы были единодушны, так это в оценке важности для дальнейшего ведения войны румынской нефти. И через несколько дней очередной германский контингент направится в Румынию для охраны нефтяных вышек. Октябрь был последним предвыборным месяцем для Франклина Рузвельта. Он боролся за переизбрание на третий срок, и ему нужна была осторожность во внешней политике. Но Черчилль настойчиво бомбардировал американского президента письмами, в которых опасался, что правительство Виши выступит на стороне Германии, и просил Рузвельта оказать давление на французов. Рузвельт предупредил кабинет Петена, заявив, что то, что какое-либо правительство находится на положении военнопленного, не может служить оправданием для данного пленного, если он помогает своему победителю в операциях против его бывшего союзника. Но главная угроза Рузвельта состояла в том, что Франция может лишиться всех своих заморских владений. Маршал Петен, глава неоккупированной части Франции, в октябре оказался между молотом и наковальней. Гитлер давил на маршала по дипломатическим каналам. Нейтральная Франция фюрера не устраивала, но и пообещать ей возвращение статуса великой державы Гитлер не мог. В Европе, по его убеждениям, не должно быть двух великих держав, только одна. И место это навсегда занято Тысячелетним Рейхом. 22 октября 1940 года начальник оперативного управления германского генерального штаба полковник Адольф Хозингер рассылает по особому списку документ, который характеризует персональный состав подчиненных ему офицеров. В этом списке имен мы впервые встречаем имя майора Вермахта Рейнгарда Геллена, начальника группы «Восток», сотрудником которой поручена разработка оперативных планов против Советского Союза, а также оценка сил и средств Красной Армии. Сам того не желая, Геллен окажется близок к тем кругам германских офицеров и консервативных политиков, которые разочаруются в национал-социализме и будут олицетворять донацистскую консервативную Германию. Одним из таких политиков станет 56-летний бывший бургомистр Лейпцига и имперский министр цен в 1931-35 году Карл Гердлер. В конце 1940 года, по некоторым данным, в октябре-ноябре 1940 года, Гердлер завершит разработку своего знаменитого меморандума, который он назовет кратко «Цель». В этом меморандуме Гердлер сформулирует не только принципы восстановления правового германского государства на месте нацистского рейха, но и уделит достаточно много места проблеме России. Гердлер будет считать, что война между Германией и Советским Союзом будет не самым лучшим исходом для взаимоотношений этих двух государств. Гердлер серьезно опасается, что война нацистского Третьего Рейха и Сталинского Советского Союза создаст условия для советизации Европы. В начале октября Гитлер все еще надеялся, что Великобритания сделает первый шаг к миру. Ожидания оказались напрасны. Черчилль не был миротворцем по своему характеру, а никого подобного Чемберлина на английском горизонте не было. Что делать? Вопрос совсем не праздный для Германии в октябре 1940 года. Этот вопрос начал демонизировать и самого демона. В конце концов Гитлер, который не признавал вопросов, не имеющих ответов, решил, что неуступчивость Великобритании связана с надеждами на Советский Союз, который в удобное время ударит Германию в спину и тем спасет англичан. У Гитлера был очень затейливый ум, и эта затея ему сразу понравилась. Для Германии наступил период лихорадочной дипломатической деятельности. 18 октября Великобритания, окрыленная успехами в воздушных битвах и уверенностью, что Соединенные Штаты обязательно вступят в войну в свой час, объявила об открытии Бирманской дороги, по которой переправлялось оружие и ценные материалы для Китая. Расследовавшаяся Япония начала очередное наступление на позиции гаминдановских китайских войск и вытеснила их в горные районы. Коммунистические армии безучастно наблюдали за японским натиском. В компартии Китая развернулась яростная борьба за власть. Мао Цзэдун сумел удалить из ЦК основных своих конкурентов. Можно утверждать, что Мао в октябре 1940 года одержал свою главную победу, но не в борьбе с японскими оккупантами, а в схватке за единоличную партийную власть. Охтябрь был месяцем напряженной дипломатии стран оси Германии, Италии, Японии. Основным полем их деятельности была Франция Петена и Испания Франка. Увлечь Францию на тропу войны с бывшим союзником Великобритании было главной мечтой Гитлера на Западе. Он уже окончательно решил направить вермахт на поля сражений в Советской России. И если бы ему удалось натравить французов на англичан, он мог бы не беспокоиться за свои дела на Западе. С той же целью некого стоппера Германии нужна была и франкистская Испания. Ударить вместе с испанцами по британскому Гибралтару значило закрыть Средиземное море для англичан, и тем самым обеспечить полную доминацию стран оси в Средиземном море. Вторую половину октября Гитлер проведет в поезде, стремительно перемещаясь для переговоров с Франко, Петеном и Муссолини. В войне на море британский легкий крейсер «Аякс» в одном бою потопил три итальянских эскадренных миноносца. Один из самых крупных успехов выпал на долю германских подводников. Шесть субмарин в Атлантике с 17 по 19 октября потопили 20 судов из состава конвоя СК-7. У-101 под командованием фарау Эйнхайма добилась восьми побед, а У-99 Отто Кречмера пустила на дно семь судов. Еще через несколько дней английский торговый флот потерял 12 транспортов. Отто Кречмер довел свой счет в октябре до девяти побед. 28-летний командир немецкой подводной лодки У-99 Отто Кречмер. В октябре 1940 года занял первое место по результативности среди подводников всех флотов. Как правило, субмарина Кречмера ночью искусно проходила через строй охранения, внутри конвоя всплывала и атаковала в надводном положении наверняка. Это была опасная тактика, но благодаря ей Кречмер почти в каждом боевом походе добивался максимальных результатов. В марте 1941 года Кречмер и его экипаж попадут в английский плен, успев затопить свою сильно поврежденную У-99. Отто Кречмер признан военными историками подводником номер один. Он потопил больше всех кораблей и судов в истории двух мировых войн. Среди кораблей, отправленных Кречмером на дно, три крейсера, один эсминец. Его талисманом была подкола. Кречмеру повезло выжить в беспощадной морской войне, а после нее он еще долго служил в военно-морском флоте Западной Германии. Адмирал Отто Кречмер умер в 1996 году. Королевское адмиралтейство медленно, наверное, осваивало очевидную истину. Для обеспечения безопасного судоходства нельзя больше допускать одиночного плавания транспортных судов. Они становятся легкой добычей немецких подводников. Только сформированные конвои от 30 до 50 судов, охраняемые достаточным эскортом военных кораблей, могут преодолевать завесы германских судмарин. Корабли эскортов способны эффективно уничтожать подводные лодки. К тому времени, когда англичане занялись укреплением своих эскортных сил, число потопленных судов на одну погибшую немецкую подводную лодку достигло 50 против 1. Блестящий показатель. В Соединенных Штатах научно-исследовательский комитет при Министерстве национальной обороны пришел к выводу, что при наличии радиолокационных станций и истребителей типа Spitfire Великобритания сможет отразить немецкое наступление с воздуха. Англичанам от этого прогноза легче, конечно, не стало. Но североамериканцы, большие любители добиваться баланса чуждых им сил и противостояний до полного истощения, посчитали, что активно вмешиваться в европейский конфликт еще рано. 12 октября Гитлер перенес осуществление операции Зея Лёве вторжения в Англию на весну 1941 года. Но на самом деле никогда более к ней не возвращался, хотя в порядке Блефа на нескольких совещаниях подробно расписывал, какими будут первые этапы вторжения. Англичане об этой директиве не знали, и для них угроза была сильнее ее осуществления. Сталин и руководство Советского Союза в октябре по каналам разведывательного управления армии, контрразведки, НКВД и дипломатического получили многочисленные донесения о концентрации германских войск на границах и несколько сообщений о подготовке Германии к нападению на СССР. В октябре Политбюро приняло постановление о противовоздушной обороне, главным пунктом которого было разделение функций между наркоматами обороны и внутренних дел. Было принято решение об увеличении танковых частей соединений в Красной Армии и формировании к 1 июня 1941 года 25 новых отдельных танковых бригад. Еще одно постановление форсировало строительство кораблей для военно-морского флота. Предполагалось строительство трех линкоров, двух тяжелых крейсеров, 14 легких крейсеров, 19 эсминцев, но встроены могли войти только в 1942-1943 годах. Проблемами дипломатических отношений Германии и Советского Союза в октябре Гитлер поручил заниматься министру иностранных дел Риббентропу. 13 октября 1940 года министр иностранных дел Германской империи Йохим фон Риббентроп направил Сталину личное послание. В этом послании германский министр иностранных дел высоко отзывался о заключенных в 1939 году пактах между Советским Союзом и Германией. Кроме того, Риббентроп предоставил Сталину детальное описание боевых действий Германии с мая по сентябрь 1940 года, отозвался о ситуации, которая сложилась с переброской германских войск через территорию Финляндии. И, наконец, два еще очень важных эпизода. Во-первых, Риббентроп пригласил с ответным мизитом Молотова в Берлин. А во-вторых, в письме Риббентропа впервые прозвучало предложение, адресованное Советскому Союзу, присоединиться к пакту Германии, Японии и Италии. Спустя восемь дней, 21 октября 1940 года, Сталин ответил довольно вежливым посланием на письмо Риббентропа. Иосиф Фиссарионович искренне поблагодарил министра иностранных дел за доверие и поучительный анализ событий в Европе. Он также заявил, что Вячеслав Михайлович Молотов считает себя в долгу перед германским министром и сможет посетить Берлин в следующем месяце. Сталин заявил, что Советский Союз готов к обсуждению германских инициатив, но это требует более детальной проработки. Главные германские дипломатические шаги Гитлер взял на себя. 23 октября в Пиренеях фюрер встретился с испанским Каудилье Франциско Франко. Гитлер в течение нескольких часов убеждал Франко вступить в войну на стороне Германии. Это станет решающим шагом в войне на Западе. Еще час Гитлер посвятил выгодам Испании. Франко внимательно слушал. Но когда Гитлер умолк, Каудилье начал говорить так же долго, как и фюрер, не позволяя себя перебивать. Гитлер не умел пребывать так долго в роли слушателя, и он заметно увял. А испанский генералиссимус, между тем, отклонил приглашение вмешаться в военные действия, мотивировать тяжелым экономическим положением Испании и отсутствием согласия в обществе после длительной гражданской войны. Франко произвел на Гитлера весьма нелестное впечатление. На другой день, 24 октября, состоялась встреча с Петтеном. Престарелый французский маршал прекрасно понимал, что Гитлер будет требовать от Франции участия в войне против недавнего союзника Великобритании. Петтен объяснил Гитлеру все невыгоды для Франции перемены фронта в ближайшее время, потеря колоний, реакция Соединенных Штатов, отсутствие профессиональной армии. И Гитлер решил не настаивать, предпочтя синицу в руках, журавлю в небе. Маршал Петтен ему понравился гораздо больше, чем Франко. После Франции поезд Гитлера помчался в северную Италию. Германская разведка сообщила диктатору, что Италия вот-вот нападет на Грецию, используя в качестве плацдарма Албанию. 26 и 27 октября в Адриатическом море бушевали сильные штормы, и итальянцы выжидали, когда море успокоится. Гитлеру в преддверии похода на восток категорически не нужны были новые театры военных действий, но он опоздал. 28 октября во Флоренции Муссолини встретил его восторженной фразой «Фюрер, мы выступаем». Италия в этот день напала на Грецию. Первые два дня в греческих горах итальянские дивизии незначительно продвинулись вперед. Гитлер скрыл свое бешенство. Из договоренностей на переговорах во Флоренции надо отметить обещание фюрера направить в Северную Африку для помощи итальянцам в их стремлении вытеснить англичан из Египта несколько германских дивизий. На следующий день английская армия высадилась на греческом острове Крит. Война пришла на Балканы. Пороховой погреб Европы. 30 октября в московскую тюрьму Лефортова приехали нарком внутренних дел Лаврентий Берия и его первый заместитель Меркулов. К ним вызвали трех заключенных польских полковников. Среди них был Зигмунд Берлинг. Берия предлагает полякам возглавить создание польских воинских частей под советским командованием. Берлинг согласен. Он предлагает по памяти назвать список офицеров из трех лагерей НКВД. Но Берия останавливает его. Нет, они уже не входят в расчет. Мы сделали большую ошибку. Ошибку сделали, повторяет Берия. И на вопрос польского полковника, какую ошибку, Берия ответил. Мы отдали их немцам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok